В домофон нервно звонит мужчина. Впускать незнакомца жильцы дома не торопятся. Подгадав момент, он все же пробирается в подъезд и оказывается в квартире у 80-летнего пенсионера. Что он вам предложил? Пластиковые окна? Да не пластиковые окна, просто одну эту, на кухне сворку поменять. Сколько вы денег отдали и откуда взяли деньги? Шпанера. И сколько отдали ему? 10 тысяч. После обеда псевдооконщик вернулся. Сказал, что нужно подписать документы за оказание услуг по ремонту окна. И вновь прошелся по квартире. Когда мужчина ушел, пенсионер обнаружил пропажу 500 тысяч рублей. А когда вы первый раз брали деньги, он видел откуда, да? Да, он зашел, я достал отсюда две пятерки. Он здесь стоял и видел, наверное, что я отсюда брал. 33-летний житель поселка Солнечный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В отделе полиции подозреваемый рассказал, что несколько лет назад действительно занимался установкой окон. Я осуществляю ремонт пластиковых окон, да. Основание чего вы осуществляете? Я, ну, как... У меня нет оснований осуществлять. Я ранее работал в организации. На данный момент я самовольно, как бы, посетил его квартиру без каких-либо там специальных разрешений и документов. То есть, таким образом, вы под предлогом установки проникаете в квартиру, да? Пытались совершить мошенческие действия? Да. В Кировском и Волжском районах подозреваемый под предлогом ремонта окон забрал у пенсионеров 40 тысяч рублей. И, как говорит он, сам потратил наличные нужды. Люди старшего поколения в силу своего возраста и состояния здоровья могут стать более доступным объектом для мошенников. Как можно чаще проводите беседы с пожилыми родственниками, рассказывайте о схемах злоумышленников, научите не доверять и не впускать в свои квартиры посторонних лиц. И самое главное, не передавать денежные средства незнакомым лицам. Если вы или ваши родственники пострадали от действий данного гражданина, обратитесь в отдел полиции или по телефону 02 с мобильного 102. По всем фактам возбуждены уголовные дела. В отношении мужчины избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.